Клевую тему придумали с этим лучом. Продолжение следует... Улучшение завершено. Тепловой барьер прогрит. Лазерный бурт сверлит внутреннее хранилище. Они хотят осквернить наследие богов. Умейте их. Есть. Говори громче! В пути! Месторождение минералов выработано. Давай, удиви меня! Кто на новенького? Что за шат? К тому наверх! К тому наверх! А? Могу? Могу? Дальше! 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 Что происходит? Есть работёнка? Это быстрее не делается с вами. Давай, удиви меня! Доктора вызывали? Пристройка завершена. Доктора вызывали? Сюда летит еще одна эскадрилья. Протосы не собираются сдаваться. Держитесь, парни! База атакована. Клёв на шляпе. Доктора вызывали? Даешь разгон. Бегом, марш! Я уже заждался. Я в сноса в доме. Доктора вызывали? Давай, убери меня! Кому навешать? Брось дороги! Я не подержусь в одиночку! 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 Ты против них уже управляются в одиночку! Я не подержусь в одиночку! Ваши войска атакованы. Рекады будут? Рекад получен. Бегом, марш! Месторождение минералов выработано. Веспеновый гейзер иссяк. Превосходно! Здесь можно в комиссии. Кому намехать? Брось, дорогие! Клев на связи. Отлично! Кто не дождут? Чё, всех вас загасили. Выполняю! Улучшение завершено. Давай, удиви меня! Отлично! Отлично! Улучшение завершено! Скоро! Улучшение завершено! Улучшение завершено! Подпонял. Болдари мы не выдержали вашего натиска. Они отступают. Отличная работа, сзади. Получим. Сегодня ты победил, Джеймс Рейнор. Но эхо твоего святодатства еще долго будет сотрясать космос. Рано или поздно настанет час расплаты. Похоже, эти артефакты хит сезона, а, Тайкус? Какая разница? Главное, получить с этого кредиты. Вот только если толторимы превратят нас в пар, наши доходы резко пойдут на убыль. Раскопки. Неплохая миссия. Так, реликвии есть, значит, будет улучшение. Лаборатория. Лаборатория. Коридор. Лаборатория. Продолжение следует... Продолжение следует... Ее жизнь будет в твоих руках. И хотя она должна умереть за свои преступления, лишь она сможет нас спасти. Погоди-ка. Ты говоришь о Керриган. Прошло четыре года. Ты появляешься из ниоткуда. Времени мало. Ты должен понять. Здесь ответы на все твои вопросы. Загляни в него. Судьба всего сущего висит на волоске. Я тоже рад был тебе видеть. Я слышал об этих кристаллах раньше. По идее, они позволяют погрузиться в чужие воспоминания. Что бы ни нашел Зератул, он хочет, чтобы я увидел то же, что видел он. Что ж... Выбора нет. Так, с артефактом что-то поменялось. Хорошо, что из-за этих камней корабль еще не рассыпался в пыль. Сэр, вам не напрашивается вывод о том, что, принимая во внимание визуальное сходство этих фрагментов, можно было бы составить из них некий цельный, более определенный объект. Учитывая текущие обстоятельства, мне плевать, что из них можно составить. Единственное, что меня волнует, это сколько Мебиусы дадут за них. Десяточка. Микрофильтрация. Перерабатывающие заводы автоматические. И автоматические компрессоры производят беспенно 25% быстрее. Хранилища можно строить мгновенно. Возьмем виспен. Увеличивает на 25%. Сочетание тиранских и протузских технологий позволяет перерабатывать заводом и автоматическим компрессором произведить чистые из пен в более высоких объемах. Но здесь технология отправки хранилищ с орбиты на поверхность планеты базируется на противском принципе вывода строения. В структуру предыдущей включены подвижные элементы, поэтому строение беспрепятственно проходит сквозь атмосферу и разворачивается по прибытии на место назначения. КСМ достаточно установить маяк, а остальное возьмет на себя команда Гипериона. Интересно, вот в этой стороне только левая пачка идет. Так, и что-то изменилось с артефактом, с кристаллом. Кристалл все еще растет. Оказывается, он вытягивает энергию не из корабля, а из образовавшейся над ним сферы. Куда же уходит эта энергия? Почему кристалл от Силона... А, прячу кристалл от Силона, он чего доброго вышвырнет в подозрительную штуковину за борт вместе со мной. Нашел в емкости несколько осколков кристалла. Странно, раньше их там не было. Благодаря им я узнал о структуре чуть больше. Она закручивает энергию в воронку, причем делает это с неимоверной скоростью. Возможно, это и есть легендарная протовская технология вызова. Многое узнал благодаря кристаллу. Мне кажется, что он и он, в свою очередь, изучает меня. Интересно. Так, миссии с Зератулом надо пока подождать. Заглянем в арсенал. Что-то свон сказать хочет. О, осадный танк. Бронированная, мобильная, артиллерийская единица, наверное. Или артиллерия. Оснащенный 90-миллиметровыми пушками танк Круцио. Это дорогостоящая модификация модели Радуга. Дальнобойность 180-миллиметровой осадной пушки увеличена на 50%. Танк стреляет раскаленными вольфрамовыми снарядами. Среди солдат на миньона бутует мнение, что артиллеристы Круцио чаще попадают по своим, чем по врагу. Может быть, именно поэтому во время побылок правые танкисты всегда держатся вместе. Испытатель первой модели Круцио, Вандал Споинс, установил на тачку, как он называл свой танк, навороченную ауди-систему. Сержант Споинс впал в смертью храбок во время боя. Он не расслышал приказ отступления и попал в окружение. Я думал, что тут человек расстреляет. Теперь, когда у нас есть осадные танки, можно повеселиться по-взрослому. Да, ничто так не успокаивает, как рок от тяжелой артиллерии. Конечно, если она на нашей стороне. У новых танков улучшена броня и повышена огневая мощь в походном режиме. Главное, чтобы они так же хорошо били по дальним целям. Остальное, просто приятное дополнение. С танками и бункерами мы можем долго держать оборону. Так, ну по базе все как обычно осталось. Пехоту я пока особо улучшать не хочу. В технике появился танк. Возможно, стоит его прокачать. Интересная штуковина. Так, осадный танк. Снаряды, вихрь. Осадные танки наносят атакованные цели 40 из дополнительного урона. Урон по области не меняется. Осадные танки наносят атакованные цели 40 из-за мощности из-за румной волны бронебойного снаряда вихрь. Это все как у обычного снаряда, но при прямом попадании он наносит цели и дополнительный урон. Если раньше осадные танки в связи с сам противников из страха, то теперь вооруженные снарядами не могут улучшать пробу и преодолеть румяк. Осадные пушки не могут улучшить в белой силой губеницами с 75% меньшего уровня. Осадные танки наносят атакованные цели. Инженеры Ларис и Форд разработали умные снаряды для осадных танков, которые производят сканированные местности в случае обнаружения грузов. Игресс иммунизирует насильный урон. Боевые испытания показали, что потери среди союзников не зависли с самостоятельной процентной, однако по-трезнему рекомендуется соблюдать осторожность, находясь в зоне, которая носит подлежные уши обстрелы. О, это прям лютая тема. О, это прям лютая тема. Выполняя вместе с ним различные задания, чтобы начать выполнение задания Азератула, щелкните по кристаллу. Так, компания потом мостик. Как прошла встреча. Не понимаю, о чем ты. И еще как понимаешь, Джеймс Рейнер, на этом корабле был гость. Я чую его запах. Протас. Интересно. Что бы тебе не почуялось, держи это при себе. Если еще раз сболтнешь лишнего, отправишься исследовать космос без скафандра. Нормально. Тебе чем-нибудь помочь, милый? Как твое ничего? Пора составить толковый план наступления. Ты знаешь, к кому обратиться? Вот насчет танка. По-моему, здесь танки есть. Вот они. 45 тысяч сего. У нас на борту уже три артефакта. Когда мы наконец избавимся от этих чертовых штуковин? Это будет не так просто. Я слышал, зерги напали на исследовательский центр Мебиусов на Терадоре. Зачем, непонятно. Если королеве клинков нужны артефакты, ей там ловить нечего. Если твои умники не продержатся до нашего прибытия, мы так и не узнаем этого. Загружай данные на звездную карту. Похоже, нам предстоит старая, добрая, спасательная операция. Сейчас не моя смена, сэр. Неужели смена кончилась? Так, не новости. С вами Донни Вермиллион. На канале UNN. В сегодняшнем выпуске. Вторжение зергов. Развитие событий. В условиях растущей угрозы Доминион твердо удерживает свои позиции. Производство военной техники на всех направлениях значительно возросло. Армия активно пополняется за счет системы исправительных учреждений. Отряды морской пехоты готовы вступить в бой. Зерги и не подозревают, какой сокрушительный удар их ждет. Донни, у нас есть сведения о том, когда война перейдет из оборонительной фазы в наступательную? Кейт, если я об этом скажу, я выдам секретную государственную информацию. Вы считаете, что зерги смотрят нашу передачу? Я не считаю, Кейт. Я знаю. Таковые новости к этому часу. С вами Кейт Локвелл на канале UNN. Надо подумать, стоит ли лететь, делать какие-то задания, или сначала с Зератуловской пройти. Кейт Локвелл Ты не поверишь. Я только что видел на корабле Зератула. Эээ... Сэр, вы перед этим наведывались в бар? Я видел его, Мэт. Он был ранен. И пытался от кого-то сбежать. И где же он сейчас, сэр? Не знаю. Но на корабле его нет. Он дал мне кристалл памяти, чтобы я непременно изучил его. Похоже, он хочет показать мне то, что видел сам. Так, ну посмотрим, что тут на карте. Порт это с адъютантом что-то. Так, ну тут я смотрел, какие-то добавятся новые юниты. Здесь. Кажется, твоя королева Клинков вычислила, для кого мы ищем эти артефакты. Глава Мебиусов, доктор Нарут, сообщил, что зерги напали на главную исследовательскую базу на Тирадоре. Он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы, в которых упоминаются артефакты. Ну, надо будет сначала вот сюда сгонять, развилку эту завершить и денег, а потом за медиваком сюда. Но сначала, наверное, задание зература, я не помню, это будет истегивание или нет. Лаборатория. А что у нас по очкам? Тут 10, а тут 17. Как раз 3, 20-ка будет. Рейнар, гончий пустоты все ближе. Я вложил свою память, свою суть в этот кристалл Ихан. Ты увидишь все, что видел я. Увидишь, что у будущего все еще может быть надежда. А что это? И то, и другое может быть? Интересно. Надо не пропустить его. Зерату. Во что же ты ввязался? Друг мой, Рейнар. Много воды утекло с тех пор, как мы вместе сражались против Роя. Все эти годы я странствовал в пустоте, в поисках древнего пророчества. По слухам, в нем было предсказано возвращение Зелнага. Поиски привели меня на далекую планету под названием Улаам. Там я нашел фрагменты пророчества. Улаам. Однако я был не первым. Теперь тебе, друг мой, предстоит увидеть то же, что увидел я. И поверить. И что же он там увидел? Я вот не помню. У меня какой-то ролик. Рой зергов явился, как и было предсказано. И протасы, первенцы богов, встали у него на пути. Теперь Зелнага, создавшие всех нас, возвращаются. Но что несут они? Спасение или гибель? Скажите, как вы думаете? Скажите, что вы думаете, как они меняли? Скажите, как вы думаете? Сделайте, как вы не полете! Удиво! Зелайн. 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 Девушки отдыхают Ты слышишь, Зератул? И шепот далеких звезд Галактика сгинет в огне Возможно Но ты этого не увидишь? Уймись Наши мелкие ссоры Уже ничего не значат Придет буря, которую Не остановить Забавно Что нас обоих Ждется время Нет Девушки отдыхают Все предрешено Мир обречен И когда пробьет час Я приму Свою судьбу Пророчество Неоднозначно Надежда Есть всегда Шепот судьбы Войска и строения Протасов Защищены От атак Противников Энергетическими щитами Отправляются Вне боя Я изгоню Демонов Прошлого Пророчество Было разделено На несколько частей И каждая из них Была спрятана В отдельном Святилище Я должен был Собрать их И скорее Покинуть Этот мир Так Привезти Зератула А что у нас есть Броня Щит Урон Ни секунды Без боя Эн Орудин Разжагал Я служу Во имя Айура Су Даш Салок Айур Возродится Эта пропасть Слишком широка К счастью Я могу перенестись Сквозь пространство Теней На другую сторону Слава Перворожденным Честь Ведет Меня Я Верен Тебе Эн Орудин Разжагал Я следую Своему Призванию Айур Возродится Я следую Своему Призванию Су Даш Залог Ни секунды Ни секунды Без боя Честь Честь Ведет Меня Я служу Во имя Айура Ползучие Споровики Чувствуют Мое присутствие Нужно Обездвижить Узови Узови Пустоты Я верен Тебя Ни секунды Ни секунды Своему Призванию Честь Ведет Меня Эн 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 Орудин Разжагал Эн Орудин Разжагал Я верен Тебе Я служу во имя Айура Айур возродится Ползучий споровик чувствует мое присутствие на расстоянии Нужно нейтрализовать его перед тем, как перемещаться на ту сторону Залог Слава, перворождённых Я следую своему призванию Энн Арудин разжагал Владыка видит меня, несмотря на маскировку Прежде чем перебираться через пропасть, нужно опутать его узами пустоты Айур возродится Я верен тебе Энн Арудин разжагал Честь ведёт меня Я служу во имя Айура Первый фрагмент пророчества Скоро всё станет ясно Зиротул У тебя есть шанс предаться спасительному забвению Неужели ты не хочешь встретить смерть сейчас Чтобы не быть свидетелем мучительной агонии своего народа Тёмное пророчество тяготит моё сердце Я должен обойти остальные святилища Пока Кейган не передумал оставлять меня в живых Су дашь залог Слава перворождённым Ни секунды без боя Честь ведёт меня Слава перворождённым Быстро же Кейган сменила милость на гнев Зашакурас Зашакурас Ну и закал Розак мокнул Приветствуем тебя просветлённый Мы служим верховному тамплиеру Карасу Он тоже сейчас на улане Я несказанно рад вашему появлению Идём же дальше Пригодятся тебе Позволь нам уничтожить этих зергов Прежде чем мы отправимся в путь Я следую своему призвану Айюр возродится Су дашь залог Меня ждёт искупление Я служу во имя Айюра Эн Арудин Пустота Холодна Я изгоню демонов прошлого Честь ведёт меня Я верен тебе С хозяевами стаи Стоит быть осторожнее Иначе их симбионты Разорвут нас на куски Моя ноша непосильна Су дашь залог Я Голос Шозак мокнул Не сиху Я Сеп Я Изгоню демонов Прошлого Я Следую своему Мы Едины с тенью Моя крадущаяся тень Моя ноша непосильна Меня ждёт искупление Что ты предложишь? Противозмездия Противозмездия Вераку Ты обращаешься ко мне? Я служу во имя Айюра Ничего здесь Айюр Айюр Возродится Шозак мокнул Эн Арудин Разжагал Вот сюда Айюр Айюр Возродится Так А куда идти-то Я что-то не вкуриваю Я служу во имя Айюра Эн Арудин Разжагал Вот сюда Наверно Слава, перворождён Честь ведёт меня Приготовьтесь к нападению с воздуха Соберите все свои силы, братья Слава, перворождён Слава, перворождён Слава, перворождён Слава, перворождён Очень разумно Моя ноша Непосильна Эн Арудин Разжагал Слава, перворождён Ты обращаешься ко мне Королева Хлинков построила здесь инкубаторы Она хочет осквернить этот священный мир Я положу конец её планам Судар Я Сердце тьму Шозак мокнул Шозак мокнул Шозак мокнул Я верен тебе Честь ведёт меня Ни секунды без Мы едины с тенью Меня ждёт искупление Мои навыки Приятятся тебе Мои навыки Приятятся тебе Заманчиво Заманчиво Ты обращаешься ко мне Эн Арудин разжагал Я следую к своему призванию Я служу во имя Айюра Второй фрагмент пророчества Я близок к завершению поисков Хараж Ты обманываешь себя Старый глупец Раз уж ты можешь читать мои мысли То должна знать, что я не сдамся Пока остаётся хоть малейший проблеск надежды Да Будь по-твоему А здесь что интересно Он отсюда пришёл Я не буду служить тебе вечно Мы Крадущиеся тени Осторожно Керриган выставила стражей Чтобы они преградили нам путь Здесь может быть ловушка Нужно убивать их по одному Иначе нас могут взять числом Я верен тебе Пустота Холодна Я изгоню демонов прошлого Я следую своему призванию Айур возродится Мы едины с тенью Будь по-твоему Моя ноша Не пассивна Моя ноша Не пассивна Эн Орудин разжагал Перед смертью гиблинги плюются кислотой Сталкеры Сталкеры Обстреливайте их на безопасном расстоянии Что ты предложил? Ты обращаешься ко мне? Пустота Пустота Холодна Моя ноша Моя ноша Не пассивна Слава Перворожденным Слава Эн Орудин разжагал Ни секунды без боя Честь ведет меня Я служу во имя Айур Я должен уничтожить инкубатор Если хочу помешать королеве Клинков захватить эту планету Я Сердце тьмы Ираку Ради возмездия Мы Крадущиеся тени Шозак мукнул Я Голос затмонения Я Изгоню Демонов Прошлого Я Верю Тебе Мои навыки Пригодятся Тебе Меня Ждет Искупление Я Изгоню Демонов Прошлого Тебе Обращаешься ко мне Моя ноша Непосильно Суд Судаш Залог Честь ведет меня Судаш Залог Честь ведет меня 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 Ждет Искупление Ни секунды без боя Слава Моя Моя Ползучие Плеточники Убейте их Пока они не закопались в землю Обращаешься ко мне Я служу во имя Айура Верховный Тамплиер Карос Должен быть Где-то рядом Враг Познает Нашу Ярость Хорошо Я Изгоню Демонов Прошлого Я Следую Своему Призванию Эн Арудин Разжагал Судаш Залог Меня Ждет Искупление Эн Арудин Разжагал Айур Возродится Эн Тару Тасадар Прилан Зиротун Я Верховный Тамплиер Мой дар Позволил Выследить Королеву Клинков И я прилетел сюда Но Что она ищет Нам Неведомо Ее как и меня Привели сюда Поиски древнего Пророчества С твоей помощью Я надеюсь найти Все его части Раньше Королевы Клинков Это Это Большая честь Для нас Великий Вели нас Я верен тебе Я верен тебе Зиротун Ты можешь Обезвредить Летающих Зергов Я служу Во имя Айм Я служу От червей Нидуса Нужно избавляться Как можно Быстрее Скоро Зергов станет Слишком много Сталкеры Займите Возвышенность И помогите Нашим братьям Шон Черви мертвы Идем дальше Так Ну а где Су Даш Солок Эн Орудин Разжагал Инкубатор Еще один Ни секунды Без боя Айюр Возродится Айюр Я верен тебе Королева Клинков Хочет испоганить Этот мир Я должен Уничтожить Ее инкубаторы Эн Орудин Разжагал Слава Перворожденных Честь Ведет меня Я служу во имя Айюра Я следую Я следую Своему призванию Готово Все инкубаторы Керриган Уничтожены Этот мир Еще можно спасти Ну вот Это другое дело Что Эн Орудин Разжагал Айюр Возродится Последний фрагмент пророчества В нем Говорится О том Кто Разорвет Божественный Цикл Более чем Зловещен Но Если Королева Клинков Ищет Это пророчество Мы Должны Уберечь Его Конец Послания Неясен Что Ты можешь Сколько угодно Гадать о значении Пророчества Азератул Но Нас всех Ожидает Одна судьба И тебе От нее Не уйти Нам не выстоять В этой битве Забирай Пророчества И улетай Я задержу Королеву Клинков Я Не брошу Тебя Пророчество Важнее Любой из наших Жизней Раскрой его Секрет От него Зависит Будущее Твоя Жертва Никогда Не будет Забыто Брат Я Должен Добр Не